Всем привет! Компания Presonus представила новые аудиоинтерфейсы Studio C или C. Главная особенность – современный разъём USB-C. Модельный ряд в точности повторяет обычную линейку Studio, за исключением Studio 192-192 Mobile, и представлен следующими устройствами. Studio 24C, 26C, 68C, 1810C и 1824C. Главное отличие между интерфейсами – количество разъёмов. Также в Studio 24C установлена другая модель преобразователей. Во всех остальных, судя по техническим характеристикам, конверторы одинаковые. Слегка изменили внешний вид. Металлический корпус вместо серебристого стал чёрным с синими вставками. Также поменяли материал и цвет ручек. Теперь они гладкие и чёрные. У каждой модели есть возможность прямого мониторинга и MIDI-подключения. Питание 48В, раздельная регулировка главного выхода с наушниками и табло с информативной шкалой индикации, отображающей входной и выходной сигнал, которую все сильно нахваливают. Также, кроме Studio 24C, в каждой модели есть функциональные кнопки вокруг экрана и отдельная клавиша включения. Studio 24, в свою очередь, даёт возможность регулировать соотношение прямого мониторинга и автоматически распознаёт инструментальный или линейный сигнал, когда, как в других приборах, необходимо переключать режим вручную. Studio 68 при помощи брейкаут-кабеля поддерживает цифровое подключение по SPD. В Studio 1810 помимо SPD есть ADAT-вход, а в 1824 вход и выход для обоих цифровых форматов. 24 и 26 модели питаются по USB. Для трёх старших карт обязательно питание от сети. Поэтому, если вам нужно мобильное решение, смотрите в сторону Studio 24 и 26C. На случай, если у вашего компьютера нет USB-C разъёма, в комплект положили второй кабель для привычных разъёмов типа А. Поддерживаемый стандарт USB 2.0. Приборы работают в режиме совместимости. Это значит, что для iOS и Mac драйвер не требуется. Для Windows необходимо скачать специальную утилиту с сайта компании. Во всех устройствах используются преампы с разъёмами Amphenol и фирменная технология X-Max, обеспечивающая со слов производителя чистоту, мягкость и натуральное звучание без искажений. Частота дискретизации 192 кГц с глубиной 24 бита. Также стоит отметить очень мощный комплектный софт, в который входят плагины Mac EQ2, Brainworks Opto-Compressor, ревербератор Lexicon MPX-i, Transient Shaper SPL Attacker, сатуратор Clanhelm, ритм-процессор от Output, лайт-версия Analog Lab от Arturia. И отдельного внимания достойна артист-версия Studio One, которая, в отличие от остальных урезанных версий рабочих станций, не имеет ограничения по количеству дорожек и инструментов в проекте. Ожидаемый порядок цен следующий. Studio 24C – 149 долларов, 26C – 199 долларов, Studio 68C – 299 долларов, 1810C – 399 долларов и Studio 1824C – 499 долларов. Очень хочется потрогать новые карточки вживую и потестировать стабильность современного драйвера, потому что прошлые USB-интерфейсы AudioBox VSL были чертовски ровными и надёжными. Если среди зрителей есть владельцы Прессонус, поделитесь в комментариях личным опытом использования. Задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, увидимся в следующих выпусках. Всем пока!